Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим. Как вы знаете, в этом месяце я очень много времени пропадала, не выходила с вами на связь. Естественно, копились всякие разные новости, происходили всякие разные события. Я вам вроде обещала рассказать, но поняла, что склонна к тому, что опять сейчас все за мной. Ну, вот, и все-таки собралась, и думаю, нет, надо рассказать, доложить обстановку, чем я занималась, чем я жила. Какие новости, значит, в нашей семье и вообще в стране. У нас тут уже немножечко закралась такая новогодняя атмосфера. Потом покажу поближе, что это такое. Это такой способ утеплять окна в Корее. Да, утепление окон пленкой и пупыркой. В нашем случае пупырка, видите, с таким зимним орнаментом, избушки покрытые снегом, елочки. Потом покажу, как это в общем и целом выглядит. Достаточно симпатично. Стало ли теплей? Да, на удивление стало теплей. Так, что я обняла с котом? Да просто так, это не игрушка, это подушка, в общем, подушка. Так, чисто для тепла и для уюта он у нас здесь посидит в кадре. Так, ну что, конечно, одно из самых главных событий этого месяца, это середина моей беременности. Можно сказать, отбегла и не заметила, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. У нас была небольшая вечеринка, на веранде собирались друзья. Как это принято по традиции, дарили, что дарили памперс. Да, в Корее интересные традиции. Для ребенка, значит, дарят памперсы, а на новоселье, например, дарят туалетную бумагу. Но, мне кажется, довольно практично хорошая традиция, потому что... Ой, вот они, кстати, мои первые памперсы. Очень хорошая традиция, очень одобряю, потому что, ну, полезно же, черт возьми, полезно. Это же не какая-нибудь ерунда, не какая-нибудь там пищащая игрушка с раздражающим звуком, которую вы хотите выбросить немедленно, а такая практичная штука, как памперсы. Вот. Кстати, впервые увидела, как выглядят памперсы для новорожденных, подержала в руках, значит, покрутила. Это для меня все было впервые, было интересно. Такие, знаете, маленькие. Я как-то себе больше представляла, ну, вот. Да, все впервые, поэтому, если вас это вдруг смешит, что я себе там что-то представляла, оказалось не так. Ну, вот, да. Вот так, вот, ну, неопытно. Ну, не знаю, как-то не приходилось мне чьих-то детей переодевать. Не видела я эти памперсы вживую. Видела только образцы, которые висят в магазинах, там такие образцы памперсов. Но, судя по всему, это памперсы на более крупных детей, потому что вот эти прямо такие маленькие. Итак, далее. Что еще у нас интересного происходит в стране в этот период? С ноября Корея решила жить иначе, возвращаться постепенно к нормальной жизни, ослабили меры социального дистанцирования и все такое. Уже какой-то препарат выпущен для лечения коронавируса, который не отменяет вакцинацию, но вроде как будет использоваться дополнительно в лечении, для восстановления здоровья людей. В парке у нас возле дома возобновились мероприятия разные, творческие, которые до этого, естественно, не проводились, из-за вот этой всей пандемии. И в целом, конечно, чувствуется, что народ, узнав эту новость, узнав, что вот правительство решило взять курс на восстановление нормальной жизни, очень и очень, конечно, рад. Очень такая вот прям веселая, хорошая атмосфера. Всех немного отпустила. Вставлю вам кадры этого небольшого веселья. У нас, как я уже сказала, в парке возобновились по выходным дням концерты, и люди очень-очень рады. Возвращение к более-менее относительно нормальной жизни. Так, из минусов. Маски пока не отменили, вакцинация идет полным ходом. Единственное, что у нас нет жестких требований к наличию вакцины или QR-кода. То есть, возможно посещение разных магазинов и заведений тремя способами предъявить этот QR-код, либо же пройти аутентификацию по номеру телефона, либо же внести запись в журнал о своем посещении, что ты тут был. Вот твой номер телефона, да, если что с тобой свяжется. Ну, в некоторых магазинах до сих пор свободный абсолютно вход, что очень радует, что нет каких-то таких радикальных, жутких мер, потому что, ну, просто вот, когда смотрю новости, что происходит в России и так далее, ну, какой-то, какой-то ужас. Просто издевательство, наверное, от нами что издеваться, я не понимаю. Вот, поэтому мы пока еще до этого не дожили, но я не расслабляюсь, я не особо верю, что прямо все так будет радужно. Еще, как говорится, эти события, эта вся история нам еще наполнит о себе, не факт, что прямо все нам пообещали хорошую жизнь, более-менее прежнюю, спокойную, и все так и будет. Так, что еще? Частично возобновляется туризм. Корея подписала договор с Сингапуром, и первые туристы из Сингапура уже, по-моему, прибыли. Вот, то есть, вот такой вот немножко ограниченный, но все-таки туризм. Что еще? Приглашаются на работу граждане Узбекистана, естественно, у которых есть рабочая виза, то есть возобновляется и рабочая миграция, потому что страна очень нуждается в рабочих миграциях. Когда уровень жизни в стране повышается, то все меньше и меньше людей, которые хотели бы работать на тяжелой, грязной, какой-то трудной работе, и поэтому неудивительно, что страна нуждается в рабочих руках. Поэтому это тоже хорошо для тех, кто хотел приехать, для тех, кто найдет какие-то связи, какую-то возможность получить договор, чтобы оформить себе визу, приехать работать. Это хорошо, я за вас очень рада, если у вас это получится. Потому что очень мне часто писали люди, которые сюда именно хотят приехать по работе и были не в курсе, какая сейчас ситуация. Легко это, нелегко сделать. Ну вот так вот, да, получается, что не особо легко, надо все-таки это визу как-то получить. Но все возможно, все реально. А что еще? Наболело, накипело, заканчивается срок правления президента Муджиина. Каждые четыре года в Корее сменяется президент, в отличие от России. Но знаете, да, мы уже привыкли к этому психологически, что у нас один и тот же. И вот смена президента, кажется, тоже очень волнительная. Некоторые, фу, надоел, сидит и сидит, вот бы уже сменился. Но оказывается, когда президент меняется, это тоже волнительно. Особенно так часто. Каждые четыре года ты волнуешься, кто придет к власти, хороший ли это человек, с какими намерениями он придет. Сейчас население страны также находится вот в таком волнении, в таких переживаниях на тему того, кто придет к победе, кто будет управлять страной в ближайшие четыре года. Поэтому, как видите, это тоже очень волнительно, когда президенты не меняются. Когда президент долг меняется, да, когда долго не меняется, тоже проблема, когда часто меняются, тоже прям волнение. Рейтинг нынешнего правителя здесь, конечно, за последний год очень сильно просел. Если вам интересно, может быть, интересно расскажу, чем же конкретно недоволен народ. Согласно социальному опросу на первом месте, это все, что связано с вопросами недвижимости, сферы недвижимости, не устраивает ситуация в сфере недвижимости населения страны. Ну, это вполне понятно. Недвижимость дорогая. Высокие аренды, высокие залоги на аренду жилья, да, то есть не только дорого купить, дорого еще и снять жилье более-менее, да, из-за чего многие там живут с родителями. Либо же, если нет, возможности жить с родителем, живут в каких-то очень, ну, не очень, очень-не очень хороших условиях, да, потому что за более-менее приличное жилье нужно внести достаточно солидный залог, который в некоторых случаях может составлять от 30 до 70% стоимости квартиры, да, просто чтобы арендовать, не говоря уже о покупке. То есть население беспокоит именно вот ситуацию с недвижимостью. На втором месте недовольство по поводу каких-то нет принимаемых по борьбе с вирусом. И на третьем месте, ну, в целом, недовольство уровнем жизни и, в общем-то, недостаточное внимание вот к социальной сфере, к потребностям людей, к уровню жизни. Инфляция повысилась, подорожали продукты немного, это в новостях вот это сообщается. Поэтому все как везде, как говорится, дела житейские, у всех примерно, неважно где вы живете, у всех примерно одни и те же переживания у простого населения, да, что инфляция, что продукты, цены на продукты растут и так далее. А вот такая ситуация. Что еще? Забыла точную формулировку. В общем, сумма задолженности домохозяйств, то есть обычных людей перед кредиторами составила 106% от размера экономики. Да, если я неправильно выразилась, я вставлю эту формулировку на экран. Население реагирует на это по-разному. В комментариях кто-то пишет, хватит давать суда, но в смысле кредиты. Ну, а как можно еще решать жилищный вопрос в Корее, если не с помощью кредита? Поэтому понятно, что кредитовались многие и кризис на фоне пандемии, он многим подпортил жизнь. Естественно, население, которое кредитовалось, частично там в долгах, как в шелках, да. Кто-то там справляется, а у кого-то, у кого пострадала из будущей херни, извините за выражение, да, пострадал бизнес, пострадала работа, еще что-то, пали доходы или вообще без работы остался человек, конечно, с чего платить, с чего погашать. Поэтому, да, вот такая вот история из хорошего. Ходили с друзьями в итальянский ресторан. Ой, это отдельная история. Когда мы идем куда-то обычно с друзьями мужа, то мы чаще всего, конечно же, отдаем приоритет в корейской еде, потому что их больше, и только потому, что я хочу есть что-то другое, и никто не должен, ну, как бы, не должно большинство ужиматься ради какого-то одного человека. Ну, поскольку я сейчас нахожусь в положении, и все считают, что это какая-то особая привилегия, мне надо, в общем, уступать, мне надо угождать, мне надо заботиться. Я такого не говорила, но, видимо, окружающие так считают. То в этот раз мы пошли в итальянский ресторан, где есть пицца, где есть паста, то есть поесть не корейской еды. Мне предоставили выбор. К счастью, ресторанчик оказался неплохой, потому что в прошлом году мы как-то были в итальянском ресторане в Корее. Наверное, итальянцы были бы в шоке, что вообще такая еда существует, они ее не придумывали. То есть корейцы готовят эти итальянские блюда на свой лад. Очень порой это может иметь кофе. Какой-то специфический, далеко не итальянский, а корейский вкус. Но в этот раз более-менее все было хорошо. Пицца, в принципе, тут всегда вкусная. Будет то пицца из доставки или пицца из ресторана. Вот что касается пасты или ризотто, это все может быть достаточно своеобразно на вкус. Будет интересно, если кто-то живет в Италии. Видели вы когда-нибудь такое в Италии, чтобы такое было ризотто или такая была паста. Так, ну все, буду закругляться со своей болтовней, доложила основные новости. А, еще же хотела рассказать, какую я книгу для себя нашла. Палочку-выручалочку. Но это будет долгий рассказ, поэтому придется перенести в следующее видео. Очень хотела я прям найти для себя ответы на вопросы, как мне вообще справляться с темой материнства. Вот пришла гениальная идея, и я нашла эту книгу в интернете. Когда-то она у меня была в реальности, существовала. И я с ней проводила свои детские подростковые годы с этой книгой в руке. Не знала, что спустя многие-многие годы я начну снова искать, как палочку-выручалочку. Так, рассказ будет долгий, как я уже сказала, поэтому разбор этой книжки, что это за книжка, я покажу в следующем видео. Так, что обещала? Показать, как выглядит утепление окон. Сейчас покажу вам. Так, вот смотрите, вот такая вот утепляющая пленочка-пупырочка с таким зимненовогодним настроением. С елочками, с избушками, которые припорошены снежком. В принципе, утепляет, хотя я не понимала, как это так, на что она клеится. Она клеится на воду, то есть брызгивается водой окошечко, и к нему прикладывается вот эта пленочка. Она, естественно, сверху донизу у нас. И в каждой комнате мы вот так вот утеплили окна. Ну, такой интересный способ у нас в России не так утепляет, но действительно тепло сохраняется лучше внутри помещения, чем это было раньше. То есть у нас заметно прям потеплело. Хотя такой странный способ. Да, у нас обычно заклеивают щели в окнах, если эти окна старые, оттуда сквозит, фонит. А тут вот просто вот так брызгает водичкой и вот такую вот пленочку-пупырочку наклеивают на окошко. Итак, всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, друзья. Подписываться на канал. До новых встреч, до новых видео. Люблю, целую. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok